Для корзинки мы берем 8 трубочек, складываем их 4х4 крестом и начинаем оплетать. Я возьму сразу соединю, чтобы подольше не наращивать. Обнимаем 4 стойки нашими рабочими трубочками и первый круг оплетаем по 4 стойки. Оплетаем веревочкой, мы с вами давно уже ей работаем, поэтому ничего сложного нет. Если вам хочется, чтобы трубочки не разбегались в разные стороны, можно на полимерный клей склеить между собой этот крестик. Но я вам могу сказать, что сейчас 2 минуты они поболтаются, может быть, поболтаются как попало, а потом мы их зафиксируем тут же и ничего страшного дальше у нас не будет. Первый рядок оплетаем веревочкой, оплетаем по 4 стойки, вот таким образом у нас получилось. Во втором рядочке стойки разводим по 2. И плетем по 2 стойки. Такое вот уже у нас начинает получаться солнышко. И так мы с вами сплетем рядочка 3, а дальше посмотрим, как у нас будет. Доплели один ряд. И чтобы не потерять нашу самую первую стойку, с которой мы начинали плетение, мы ее отметим булавкой. Я это вот так прям делаю, внутрь трубочки булавку вставляю. И вот теперь по этому шарику ориентируюсь, какой у меня, какая трубочка начинает рядок. Удобно считать ряды по этим шарикам и плетение будет ровным, каждый ряд будет завершенным. И плетем второй рядок. И вот таким образом мы оплетаем по 2 стойки. 4 рядочка сделаем. Донышко маленькая, корзинка маленькая, поэтому я думаю, что у нас работа с вами хорошо будет идти. Вот мы проплели один рядочек по 4 трубочки. И раз, два, три, четыре рядочка по 2 трубочки мы оплетали. И теперь разводим трубочки по одной. Каждую пару разводим. Вот так вот они у нас. Можно помогать себе шпажкой. Я пользуюсь бамбуковой шпажкой. Можно пользоваться шилом. Прямо вот так вот я вставляю, развожу трубочки. Они очень легко разбегаются в разные стороны. Главное следите, чтобы стойки наши с вами, а это у нас стойки, лучики солнышка, это будущие стойки корзины, чтобы они были на одинаковом расстоянии друг от друга. Так, разводим каждую пару. Можно сразу это сделать, чтобы дальше плести и на это не отвлекаться. Вот мы с вами развели все стойки по одной. Вот такое у нас получилось солнышко. Можно переходить к стенкам корзинки. Вот это у нас донышко. Это у нас внешняя часть корзинки. Поэтому мы его переворачиваем, чтобы наше плетение снова шло слева направо. Нам так удобнее плести. И начинаем поднимать стойки. Поднимаем плавненько стойки. Примерно мы это сделаем за два рядочка. Первый рядочек мы поднимаем стойки примерно на 45 градусов. Вот на такой градус. Поднимаем стойку. Плетем той же самой веревочкой. И нам не нужно стойки, чтобы стояли вертикально. Нам корзиночка нужна такая, немножечко пузатенькая, округлая. И доплетаем до нашего шарика. На этом рядок закончился. И следующим рядом еще выше начинаем поднимать стойки. Наша задача, чтобы стойки сейчас остались вот так. На угол 90 градусов мы поднимать не будем, потому что мы плетем не стакан. Мы будем сейчас с каждым рядом придавать нашей корзинке вот такую округленькую форму. Ну, еще два рядочка мы проплетем. А дальше начнем узор какой-нибудь. Вот мы с вами подняли стеночки нашей корзинки. А дальше давайте прям в прямом эфире прям подумаем. Вот эта корзинка сплетена самой обычной простой веревочкой прямой. Я хочу в нее добавить цветные трубочки. Есть у меня желтые, зеленые, бледно-зеленые. Вот такие яркие. Можно добавить темных. Вот таких вот. Это цвет МОК фирмы Латек. Значит, можно добавить цветные трубочки. Можно их добавить просто цветные трубочки в виде простой веревочки. Да, вот просто цветные полоски. Допустим, красную, желтую, зеленую. Можно в каких-то вариациях. Можно добавить две косички, скомбинировав прямую и обратную веревочку. И сделать их цветными. И будет у нас по корзиночке две косички цветных. Будет красиво. Можно сделать одну косичку посередине веревочкой из трех трубочек. Это мы с вами тоже можем. Можем это сделать, причем, ну, цветной. Можно сделать ее даже трехцветной, эту косичку. То есть надо как-то нам украсить. Была у меня такая идея сделать нам с вами еще послойное плетение. Послойное плетение это один из частных случаев ситцевого плетения. Можно, наверное, так сказать. Ситцевое плетение это когда мы работаем одной трубочкой. А послойное ситцевое плетение это когда мы к каждой стойке добавляем трубочку и плетем одновременно всеми этими трубочками, укладывая их вот так вот слоями. Одну на другую, на другую, на другую. И у нас получается, что одна трубочка, она будет идти вот начало у стойки и она будет вот так вот укладываться вот до того места, где нам нужно. То есть мы вот такую трубочку разделим пополам и будем плести вот таким образом. Сейчас мы с вами прячем хвостики, наши рабочие трубочки прячем, убираем. Доплели мы с вами до чего? До шарика. До шарика, правильно. И убираем наши трубочки. Вот сюда шпажку прям я вставляю между витками. Надеваю на шпажку трубочку. Вот так. И теперь не тяну за шпажку, а проталкиваю трубочкой. И потом уже протягиваем вот так. Раз. Все. Вот этот кончик у нас спрятался. А следующий прячется перед следующей стойкой. Теперь опять проталкиваю шпажку. Надеваю на шпажку трубочку. И убираю. Все. Хвосты обрезаем. Прям под самое плетение. Срезаем. Все. Поправляем немножечко трубочки. И все. Видите, у нас эти кончики спрятались. Их не видно. Подготовим себе трубочки. Я думаю, что нам хватит вот так. 16 стойок. 16 трубочек цветных нам нужно использовать. Сделаем нашу корзинку прям пестрой. И сейчас я буду добавлять трубочки рабочие к моим стойкам. Шпажкой делу. Раздвигаю вот так вот кармашек. Возьмем клей. Клей я использую полимерный. Вот таким вот шприцем. Очень удобно наносить. Маленькая капелька. И вставляем. Так вот так вот. Теперь следующую. Чтобы легче вставлялось, можно еще сделать срез вот такой под углом. Клей полимерный мы используем. У него масса вариантов этого клея. Это может быть и титан, и тайфун, и мастер. Что еще? Дракон. И вот таким образом. Сейчас вот будем чередовать. Вставим одну, вторую, третью. И каждой стойке добавляем по одной трубочке. Рабочие трубочки мы вклеиваем справа. В принципе, вы можете вклеивать их и слева от стойки. Но если вы начали уже с одной стороны вклеивать, то на всех стойках делаете одинаково. С одной стороны. Вот я делаю сейчас справа от стойка. Цветные трубочки это рабочие. Стойки наши, основного нашего цвета, мы их будем оплетать. Оплетаем ситцем. То есть мы перед стойкой, за стойкой, перед стойкой, за стойкой. Так. Пока так. Дальше движемся. Берем следующую трубочку. Можно вот в этом направлении. Приведущую берем. И оплетаем. Теперь вот так. 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 Да, мы их укладываем по диагонали. И потом мы будем все это выравнивать. И оплетаем перед стойкой, за стойкой. Вот так вот. Следующую желтенькую берем. Эти трубочки немножко мешают. Рабочие стойки, которые вот пока еще не задействованы в плетении, они немножко мешают. Но мы с ними будем справляться. Рабочие трубочки увлажненные обязательно. Вот не разбериха, когда у нас первые три трубочки. А дальше уже вот следующие у нас уже укладываются вполне себе приличненько. Дальше берем следующую. И укладываем перед стойкой, за стойкой. Здесь уже вот у нас есть куда укладывать, есть на что смотреть. Потом мы будем все это прижимать, поправлять. Теперь красненькая. То есть мы, получается, берем каждую рабочую трубочку слева, да, которая у нас. Да, так удобней. Мы движемся по часовой стрелке слева. Берем трубочку слева. Так, опять возвращаемся, видите, да. Теперь берем опять слевую трубочку. То есть вот у нас они начинают укладываться. Вот такая полосочка красивая. Так, теперь остается самое, самое здесь вот интересное. Такой опять момент, когда нужно все уложить, все прижать. И дальше берем желтую. И будем уже вот с этой неразберихой, которая у нас в самом начале была, будем с ней заканчивать. То есть в результате они должны все лежать? Они все должны лежать, конечно. По рисуночку, да? Так, вот нам приходится стойку выдергивать отсюда. Вот видите, я выдернула, чтобы трубочки уложить. И сейчас будем постепенно рисунок формировать полностью. И теперь вот эти трубочки, да, вот вокруг стойки. Теперь вот она уже пошла зеленая. Следующую укладываем. Так, желтенькую поправляем. Подтягиваем прям стойки. Вот, теперь мы все уложили. Вот такая у нас пестрота получилась. И получается, что из-за каждой стойки у нас торчит рабочая трубочка. Так, сейчас посмотрим, на какую высоту мы забрались. И вот сейчас нам можно либо эти трубочки нарастить, либо оставить эту полоску вот в таком вот виде. Наверное, мы ее оставим в таком виде и продолжим плести уже основным цветом. Можно плести веревочкой, можно добавить веревочку из трех трубочек. Вот оно такое получилось у нас цветное послойное плетение. Все, мы все трубочки уложили. Дальше будем плести нашим основным цветом корзинку. Сейчас наша задача все вот эти хвостики зафиксировать плетением. Для этого вот я хвостик поднимаю к стойке, прижала вот таким образом, вот видите, вот так. И начинаю обычной веревочкой проплетать. Следующий хвостик тоже обнимаю. Следующий хвостик. И вот так вот все мы хвостики заплетем. Кончики поднимаем вверх и в простую веревочку их заплетаем. Мы сейчас их парочкой рядов закрепим, потом срежем и все. И они в плетении все спрячутся, и их не будет. Наша корзинка закончена. Сейчас мы ей еще добавим цвет. Сейчас мы будем делать загибочку. Рабочие трубочки мы сейчас убираем. Кончики рабочих трубочек прячем в плетение с помощью шпажки. То есть все как обычно, мы это делали с вами уже несколько раз. Все убираем. Хвостики отрезаем как можно ближе к плетению. Вот так вот. Все, и они нам не мешают. Так как стойки у нас коротенькие, наращивать я их не хочу. Добавлю еще немножечко цвета. Я возьму желтые трубочки и изиду сделаем желтыми трубочками. Они вот у меня сухие очень, поэтому я немножечко на них побрызгаю с поливеризатора. Ну и на стойке тоже. Стойки будут участвовать в загибке, поэтому мы их тоже немножко увлажним. Вставляем трубочки для загибки. Кармашек с шпажкой раздвигаем, чтобы легко вставить туда. Можно посадить на клей. Ну здесь достаточно плотно все получается, поэтому прям раздвигаем и вставляем трубочку. Веревочку будем плести из четырех трубочек, чтобы она была пообъемней. И одновременно будем прятать наши стойки. Мы берем самую левую трубочку рабочую, и так как она у нас веревочка из четырех, тогда мы ее заводим перед тремя за четвертую и опускаем стойку. Заводим опять за четвертую, опускаем стойку. Самую левую трубочку заводим за четвертую и опускаем стойку. Заводим. И стойку опускаем. Плетем желтыми. На эти хвостики мы пока не обращаем внимания. Можно их сразу обрезать, но мы их обрежем чуть попозже. Опять берем самую левую. Виточки поправляем, чтобы не было лишних заломов. Вот наша веревочка из четырех трубочек дошла до своего начала. Теперь мы укладываем стоечку и будем завершать нашу веревочку так, чтобы у нас совпал рисунок. Так, берем самую левую трубочку, заводим за стойку и пропускаем ее под желтой трубочкой. Стойку туда же. Опять укладываем трубочки. Заводим за следующую стойку и продергиваем под наши желтые трубочки. И туда же стойку. Смотрим. Еще одну. Здесь нам главное вовремя остановиться. Заводим за стойку, поможем себе с шпажкой. Вот сюда у нас пройдет трубочка. И туда же стойку. Так, а теперь смотрим. Вот у нас у каждой стойки, у каждой стойки, которую мы уложили, у нас переплетаются три желтых трубочки. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Здесь нам желтую уже добавлять мы не будем. А вот здесь вот, видите, раз, два. Нам надо еще одну добавить. Желтенькую. Вот мы ее берем и укладываем. И пропускаем ее вот сюда. И туда же стойку. Вот и все. Теперь у нас уже желтых трубочек везде по три. И все, больше мы желтые трубочки не переплетаем. Заправляем последнюю стойку. Все, вот теперь у нас такая загибочка готова. Все у нас стойки, вот они спрятались. И мы теперь, осталось нам только вот эти хвостики срезать. Срезаем прям кусачками под самое плетение. Потом поправим. Теперь немножечко поправляем витки. И у нас эти срезанные пеньки, они прячутся под вот эти виточки. И их не видно. Все, срезаем вот таким образом. Ручку мы сделаем вот здесь, наверное. Начнем ручку отсюда. Местечко под нее приготовили. Вставляем трубочку. И нашими трубочками помнем их немножко. Формируем ручку. Можно скрутить немножко их между собой. Смотрим, на какую высоту нам нужно. Ну, вот так, наверное. Вот такая будет высота. И смотрим, чтобы друг напротив друга у нас было. Держались бы наши ручки друг напротив дружки. И вставляем теперь точно так же под один рядочек. Одна трубочка сюда убегает. А вторая пусть будет наоборот. С этой стороны. Вставляем. Так. И вот так вот проверяем нашу ручку. Вот эта коротенькая трубочка. Сразу ее нарастим. Можно закрепить проволочкой. Можно закрепить ниточками. Здесь вот это место под крепление нашей ручки. Можно малярным скотчем прихватить. Так как у нас эта ручка абсолютно несет декоративную функцию, мы не будем особо укреплять трубочки, вставлять проволоку внутрь. Так, вот так все. Я думаю, все. Такой толщины мне достаточно. И теперь вот этой трубочкой. Вот они у меня быстро пересыхают на воздухе. Мы сейчас их будем увлажнять. Трубочки влажные должны быть, чтобы они хорошо ложились. Сейчас мы им дадим минутку. И этой, эту тоже увлажним. Вот. И прямо вот отсюда начнем закручивать трубочку поверх. Вот так трубочку накручиваем. И у нас будет вот такая штучка. Наращивать будем, чтобы у нас место наращивания под ручкой оказалось. То есть, вот примеряем, где нам срезать. Вот в этом месте сейчас срежем. Чтобы не раскручивалась ручка, можно прищепкой прихватить. Потому что, как правило, руки не хватает одной капелечку клея. И продолжаем. Вот мы все сделали обмотку. И теперь нам нужно спрятать наш хвостик, вот этот под, под веточки ручки. Немножечко ослабим два витка. И продергиваем туда. И начинаем затягивать витки. Тянем, аккуратненько тянем. Теперь нам нужно так затянуть, чтобы у нас вид плетения не попортился. Затягиваем виточки. Отрезаем этот хвостик. Сейчас мы его еще спрячем. У нас еще вот здесь вот торчит один товарищ. Мы его тоже спрячем. И под витки аккуратненько. Все поправляем. Вот мы спрятали обрезок, видите? Вот мы его спрятали под виточек. Вот такая ручка у нас останется. Продолжение следует...